Национальный технический университет Харьковский политехнический институт входит в десятку высших учебных заведений Украины, основанных в конце 19 века. Согласно рейтингу ЮНЕСКО по качеству образования Харьковский политех занимает третье место в стране. На счастье у нас остаются те флагманы, которые позволяют говорить о том, что мы можем двигаться вперед, если стимулировать и поддерживать те сильные университеты, которые есть. И, конечно, политехника Харьковская – это один из этих примеров, что это правильный университет с правильной науковой основой, с правильным коллективом, который движется в направлении изменений, повышенной качественности освещения. Празднование 130-летия НТУ ХПИ началось с открытия мемориальной доски ученому Ивану Осипову. Он написал три учебника по химии, был членом российского, парижского и берлинского химических обществ. Около 30 лет руководил обществом физико-химических наук при университете, а в 1915 году стал ректором Харьковского технологического института. Так тогда назывался Политехнический институт. Мемориальную доску Ивана Осипова разместили на одном из старейших зданий вуза – химическом корпусе. Он пережил драматические времена революции, Первой мировой войны, реквизиций. И последние месяцы он тяжело болел, болел тифом, умер, к сожалению, в ситуации, когда в его квартире отобрали комнату немецкой власти, а он жил и работал вот в этом химическом корпусе. Здесь была его служебная квартира. Он с 1906 года по 1918 год здесь жил и работал. На стенах зданий старейшего технического вуза Украины за годы его существования установили более 50 мемориальных досок, посвященных ученым мирового уровня. Мы всегда радуемся тому, когда наши ученики, они превосходят то, что сделали их учителя. Но для того, чтобы адекватно рассчитать свои силы, для того, чтобы понимать, к чему нужно стремиться, мы должны им показать, какие великие люди работали в нашем университете. В ближайшее время в вузе установят еще одну мемориальную доску Сергею Чернышеву. Бизнесмен и меценат, лауреат Государственной премии области науки, кандидат технических наук и автор более 40 изобретений патентов, трагически погиб в январе текущего года. Благодаря инвестициям Сергея Чернышева в 2001 году в Харьковском политехе появилась первая в Украине установка лазерной стереолитографии стоимостью 600 тысяч долларов. 3D-технологии позволяют с помощью фотополимера и лазера изготовить изделия любой сложности, от зубных протезов и сувениров до деталей самолета или гидравлического оборудования. Мы участвовали в создании первого самолета Ан-148 в подготовке к производству. Мы делали совместно с ФЭДом оснастку для него делали. И таким образом этот самолет в необычайно короткие сроки встал на крыло и так далее. Нашим постоянным заказчиком является мотор «Сич». Мы постоянно сотрудничали с КБ Южным. Сейчас в Украине защищены всего три диссертации на тему повышения эффективности технологии трёхмерной печати. И все они были защищены на этой кафедре. Больше нигде у нас, насколько я знаю, этим не занимаются. И мы сейчас издаём по-прежнему работу, посвящённую этой тематике. В рамках празднования юбилея на главной аллее университета установили новый памятник. Единственный в Украине памятник первому инженеру. 38 первых инженеров ВУЗ выпустил в 1890 году. Всего же за 130 лет своей истории Харьковский политех подготовил 170 тысяч инженеров. Автор многофигурной композиции Сифадин Гурбанов известен харьковчанам скульптурами Бекетова и Невского фигурой скрипача на крыше. Его новое произведение из меди и бронзы представляет из себя фигуры выпускников и первого ректора ВУЗа Виктора Кирпичёва, а также объёмное изображение знаменитых разработок ХПИ – от паровоза до ракеты. Первая фигура – это первый ректор Кирпичёв. Она сделана со сходством. Это я решил так, чтобы показать сходство. Рядом первый выпускник. Ну вот, в целом, такая идея, идёт дискуссия с книгой, с Абраматом держит этот кирпичёв. Сегодня в ВУЗе на 22 факультетах и 96 кафедрах обучаются больше 20 тысяч студентов. 57 из них удостойны именных стипендий от главы государства, Верховной Рады, Кабинета министров. Президентскую стипендию будет получать и четверокурсник инженерно-физического факультета Сергей Малышев. Студент успешно изучает специальность механика сплошных сред. Стимулирует, когда ты получаешь стипендии всякие, стимулирует заниматься больше и уделять времени науке, учёбе. К юбилею в политехе приурочили подписание сразу нескольких договоров о сотрудничестве. Первый из них – с Софийским техническим университетом. Харьковские и болгарские вузы будут проводить обмен студентами и работать по программе двойных дипломов. Также подписан договор с голландской фирмой, производителем высокотехнологического оборудования. Она оснастит техникой институтскую лабораторию по материаловедению. Сегодня мы сделали первый шаг в этом направлении. Мы подарили университету пять световых микроскопов «Примастар» производства «Карл Цейс». И вот так сказать, с сегодняшнего дня мы начали новое сотрудничество. В ХПИ отмечают сотрудничество с Голландией рассчитано на ближайшие пять лет. Вуз впервые напрямую договорился непосредственно с производителем техники. Также харьковские студенты смогут проходить практику на заводах Германии и других стран Европы. А молодых ученых и европейские партнеры обещают поддерживать грантами. Виктор Ивашкевич, Алексей Жучков и Алексей Калмык. Объектив неделя.